МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем выпуск по традиции с официальных новостей. На этой неделе Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев выступил на международной научно-практической онлайн-конференции. Она была посвящена 175 селесию великого казахского поэта, философа, мыслителя Абая Кунанбаева. Ученые из разных стран говорили о личности Абая как о носителе национальной духовности. Между тем, в областном филиале партии Нур-Утан обсуждена реализация проектов Ардагирлирды Ардахтаих и Кедергасис Келешек. Партицы также говорили о ходе реализации в Акмолинской области четвертой инициативы расширения микрокредитования в рамках пяти социальных инициатив первого президента Казахстана. А на заседании Акимата подведены итоги социально-экономического развития региона, обозначены приоритеты и озвучен ход реализации ряда государственных программ. Также на этой неделе стала известна дата выборов депутатов Мажелиса. Президент страны Касымжом Артукаев подписал соответствующий указ о выборах депутатов Мажелиса парламента Республики Казахстан. Кроме того, постановлением Центральной избирательной комиссии назначаются выборы депутатов маслихатов всех уровней. Акмолинская область также готовится к важной политической кампании. Интересные встречи и важные задачи в обзорном материале Санни Кубжасаровой. Официальная неделя была достаточно насыщенной. Подводили итоги социально-экономического развития за 9 месяцев текущего года. Акимобластер Микмаржахпаев спрашивал с каждого. Центральная избирательная комиссия утвердила план мероприятий по подготовке к выборам депутатов Мажелиса. Водвижение кандидатов начнется 10 ноября. И через два месяца после этой даты будет дан старт голосованию. А вот началась неделя с так называемой духовной встречи. Лучшие ученые-абаеведы встретились на одной площадке. Встретились онлайн. Здесь широко обсуждалась статья президента Казахстана Хасым Жумар Татукаева «Абай» в 21 веке, где говорится, что богатое наследие Абая служит формированию нового качества казахской нации. Произведения помогают воспитать чувство патриотизма и любви к родине, своему народу и земле в каждом молодом казахстанце. Учитывая ситуацию, масштабная конференция проведена на платформе Zoom. На участие охотно отозвались ученые из Турции и стран СНГ. С приветственным словом обратился и Аким Акмолинской области, Ирмин Маржахпаев. В этом году 175-летний юбилей поэта отмечается по всему миру. Имя великого мыслителя присылается улицам, паркам и скверам. Устанавливаются его памятники. Буквально недавно в Анталии состоялось открытие парка имени Абая с установкой памятной доски. В Омске открыт казахский культурно-деловой дом Абай-е. В честь великого просветителя названы улицы в Германии, Египте, Индии, Узбекистане и Украине. Все это является еще одним доказательством того, что наследие Абая – это часть сокровищницы мировой культуры. Зарубежные участники отметили важность проведения конференции и его значение в популяризации наследия Абая. Международная научно-практическая конференция «Личность Абая. Национальная духовность и мировая цивилизация», приуроченная к 175-летию великого казахского мыслителя и поэта Абая Панамбаева, имеет большое значение для развития межъюзыковой и межкультурной коммуникации между Россией и Казахстаном. Сегодня изменилось отношение к изучению истории, духовности, религии, произведениям представителей классической литературы, в том числе Великого Абая. Уже издан сборник материалов конференции, который содержит статьи работы ученых, изучающих творчество и личность Великого Абая. В целом, как отметили организаторы, в ходе онлайн-встречи был раскрыт лингво-поэтический вклад Абая в развитие национальной духовности, его идеи, творчества и взгляды. По итогам девяти месяцев объем производства в промышленности составил 732 миллиарда тенге. В большинстве отраслях наблюдается рост металлургии, машиностроения, производство резиновых и пластмассовых изделий, в других – снижение. Аким области Эрмек Маржапаев возмущен тем, что допущено снижение производства молока и сливочного масла. Здесь же небольшие цифры поголовья крупного рогатого ската. И дело вовсе не в отставании, а в том, что изначально регион взял высокую планку. По итогам девяти месяцев область сохранила лидирующие позиции в республике. Положительная работа Акима области по основным показателям роста экономики за иного в сентябре была отмечена премьер-министром на прошедшее заседание правительства. Он ими внесла свои коррективы в структуру промышленного производства в виде создания новых производств, других отраслях индустриального сектора. И также отмечен рост выпуска продукции. В части строительства снижение ввода жилья допущено в Жаркаинском, Атбасарском районах и Степногорске. Множество вопросов возникает к руководителям никому неизвестных подрядных организаций, строящих школы на территории области. Здесь и опоздание по срокам, и отсутствие гарантии качества. Говорили и о дорогах, вернее, о затянувшихся работах в селе Красный Яр. Цены на продукты питания держать на контроле. Акимобласть-Термик Маржахпаев также поручил Акимам районов выравнивать экономику на вверенном участке. А каждый неосвоенный ТИН будет считаться показателем непродуманной и слабой работы. Коронавирус и карантин не должны сказываться на показателях бизнеса, производства и занятости населения. Акимобласть-Термик Маржахпаев отметил, что мы уже должны научиться жить в новых реалиях. К слову о цифрах. Рост заболеваемости на сегодня в регионе составляет 1,4%. Вторая волна пришла, констатировал глава региона. Поручение даем, еще раз свидетельство делайте. Если не получается, один проект, надо защищать заведу. Это проект у нас есть, который не пошел сюда. Но карта поздно будет исполнен, я так полагаю. Отдельной темой прозвучали итоги уборочной кампании. Было отмечено, что ряд Акимов и руководителей крестьянских хозяйств будут награждены в преддверии Дня независимости от имени президента Казахстана за высокие показатели и вклад в развитие агросектора. На заседании также отмечены кадровые изменения. За 9 месяцев 700 акмулинских предпринимателей получили от государства безвозвратные гранты в размере 370 миллионов тенге на реализацию своих бизнес-изель. К примеру, в этом году на программу «Инбек» предусмотрено более 7,5 миллиардов тенге. Охват составил более 9 тысяч безработных и самозанятых жителей области. Председатель регионального филиала партии «Нуратан» Ермек Маржахпаев встретился с членами Бюро полицовета и ознакомился с работой в этом направлении. К слову, программа «Инбек» предусматривает два вида поддержки предпринимателей. Первый – для начинающих бизнес-изель предусмотрены безвозвратные средства в размере 200 месячных расчетных показателей. Второй – это предоставление микрозаймов до 22,2 миллионов тенге по программе развития массового предпринимательства. Срок микрокредитования увеличен с 5 до 7 лет. Оплата труда членов малообеспеченных и многодетных семей снижена с 6 до 4%. Максимальный размер микрокредитования составил 8 тысяч месячных расчетных показателей. Раньше было 2,5 тысяч месячных расчетных показателей. До прошлого года вопрос получения кредитов и грантов в рамках этого проекта не был односторонним. В этом году 52 жителя Кухшетау из Степногорска получили микрозаймы на сумму 220 миллионов тенге. 632 предпринимателя из сельской местности получили субсидии на сумму 2,5 миллиарда тенге. Следует отметить, что по данной информации фонды финансовой поддержки слабыми темпами выдаются направления на получение микрокредитов это Астраханским, Аршалынским и Курглажинскими районами, что влияет на своевременное и низкое исполнение показателей. По республике, по выдаче микрокредитов, Илья Микбурнович, мы находимся на 10-й позиции, когда рядышком соседи наши Кустанай находятся на 6-м месте, СКО на 8-м месте. Коллеги, очень плохо. Продолжение темы, которую мы сегодня и по текущему, и заседание КИМАТа у нас было. Все это вот наша мера ответственности. Почему так вот получается? Нурлан говорит, что сегодня же вас спалили мы целый день. Ну, ноябрь. А эти месяца? Ускоряйте эту работу, приводите в порядок. Смотрите, по итогам года будете отвечать за эту работу. По информации представителей и полномоченных органов, план микрокредитования выполнен более чем на 92%. Создано 713 новых рабочих мест. А выдача безвозвратного гранта на новые проекты составила более 100%. На заседании бюро было также отмечено, что необходима система, гарантирующая эффективное использование выделенных средств. Трем районам, отстающим по выполнению программы, дано конкретное поручение до конца года, довести план до соответствующего уровня. Также в ходе встречи обсуждена реализация партийных проектов. Впервые выборы в Маслихат будут проходить по партийным спискам политических партий. Количество женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста, должно составлять не менее 30% от общего числа включенных в этот список. Согласно конституционному закону о выборах в Республике Казахстан, значит, при выборах депутатов Маслихатов на территории соответствующей административной территориальной единицы образуется территориальный избирательный округ. Это совершенно новое понятие, потому что изменения были внесены год назад в закон конституционный о выборах Республики Казахстана. Если вы помните, что раньше были округа, то есть по числу депутатов Е13, Е16, сейчас в связи с нововведением, это новое совершенно, что, соответственно, выборы депутатов и право избегать принадлежит политическим партиям. Организацию проведения выборов депутатов Маслихатов обеспечивают территориальные избирательные комиссии. Мы вот списки избирателей, списки границ избирательных, мы должны обязательно указать в течение 10 дней, то есть до 31 октября. И здесь у меня пожелание к нашим избирателям, к нашим тем, которые активны, чтобы они у себя посмотрели, есть ли они в списке, потому что в сайтах мы будем публиковать. Кроме того, по согласованию с местным исполнительным органом, поддержкой Акимата, у нас будет колл-центр, где граждане могут звонить и узнавать, в каком участке, есть ли они в списке или нет. Стоит отметить, предвыборная агитация начнется 10 декабря и завершится 9 января 2021 года. Итоги выборов будут известны не позднее пяти суток со дня проведения выборов. Амбат Ибраева, уроженка города Кухшетау, окончила Селиноградское медицинское училище. Свою жизнь она решила посвятить социальной сфере. Почти 30 лет Амбат Искендировна работает в Центре оказания социальных услуг села Купчановка Буландынского района. Мне нравилось всегда, я с детства любила, если честно, делать уколы. Мне нравилось людям помогать. Хотела бы поздравить всех коллег, работающих в этой сфере, с профессиональным праздником Днём социального работника. Пожелать в настоящее тяжёлое время пандемии здоровья всем, успехов в работе, семейного благополучия. Последнее воскресенье октября отмечается День работников системы социальной защиты в Казахстане. В преддверии праздника Акимолда Стермек Маржахпаев отметил заслуги и большой вклад работников данной сферы. Пожелать в Казахстане. В целом по области насчитывается более 550 специалистов сферы социальной защиты населения. Они обслуживают порядка трёх тысяч акмолинских семей, в том числе 473 граждане с ограниченными возможностями. На этой неделе областной центр посетил посол Польши в Казахстане. Селима Хазбиевича горячо встретили представители члены Акмолинской ассамблеи народа Казахстана. Он в свою очередь вручил подарки и представителям этнокультурных центров, отметив, что дружба народов своего рода мост дружбы, согласия и партнёрства. Надо эту культуру развивать. А что касается Ассамблеи народов Казахстана, я ещё хотел сказать, что очень интересная и для нас тоже в Польше, очень интересный пример внутренней политики Казахстана, очень, можно сказать, мудрой, потому что мы видим на примере хотя бы гордого Карабаха, что может случиться с народными, национальными группами, и когда нет дружеского общения. И я думаю, что это очень важно тоже не только для Казахстана, но этот пример внутренней политики Казахстана очень важен для Центральной Азии и вообще для мира. В ходе экскурсии по дому дружбы в Кокшетау гости ознакомились с деятельностью этнокультурных объединений, традициями этносов, населяющих регион. Попробовал он и национальный целебный напиток казахов – кумыс. Визит Селима Хазбиевича важен для нас. Он остался под большим впечатлением от нашей встречи, от работы этнокультурных объединений. К слову, это его не первый визит к нам. Думаю, это мероприятие выведет этнокультурные связи при нашей Ассамблее на новый уровень. Официальная неделя стала наглядным показателем того, что жизнь в регионе бьет ключом. Практически на каждой встрече говорилось о главной ценности – здоровье. Напомним, все мероприятия проходили со строгим соблюдением всех санитарных правил. Санья Кубжасарова и Герим Сулейменова, Зарина Десюкеева, Айсар Лес Езбек, Аслана Буталипов, Аслан Сабиев, Даниэр Жумагулов, Сабар Ширьязданов, Жахан Гермакамбетов, Жамбыл Балтаев, Алмаз Адвакасов. Специально для Ахмула Абта. Ахмула Абта. А кто сказал, что срывать большой куш можно каждый день? Логично, что нет. А значит, дело за стрессами. Вот почему игроманию считают настоящей болезнью. В отличие от родственных заболеваний наркомании и алкоголизма, она более близка к психическим заболеваниям. И вроде как физически человек абсолютно здоров, а сознание – отнюдь. В этом убедился и наш корреспондент, познакомившись с реальными историями игроков. Проблема игромани в Казахстане обретает масштабные размеры. Пагубная привычка, а именно пристрастия к азартным играм, зачастую оборачиваются неподъемными долгами, разводами, преступлениями и другими печальными последствиями. По неофициальным данным, средний долг казахстанского игромана колеблется в пределах 10 миллионов тенге. Зарубежные эксперты провели исследование и пришли к выводу, что подростки в два раза чаще увлекаются азартными играми, чем взрослые. Их азарт подогревает иллюзия успешности и легкий путь заработка. При этом средний возраст игроманов составляет 35 лет. Вообще, что такое игромания – это зависимость. Такая же, как мы знаем, про алкогольную зависимость, про зависимость наркозависимых. Вот это то же самое, одна из особенностей азартных игр. Это люди, которые подвержены к азарту для того, чтобы ещё раз получить адреналин удовольствия. Ещё у нас игромания – это тогда, когда человек хочет заработать без проблем, не проявляя усилия, чтобы наживо лёгких денег. Большинство клиентов не понимают, что они болеют. Как раз-таки одна из характеристик игроманов – это то, что они отрицают, что они зависят от игры. Также можно сказать тогда, когда травма детства, когда родители не слышат. С моим клиентом связано было, когда он говорит родителям о своей детской травме, а родители не хотят слышать. Это была одна из причин, чтобы начать играть. Своей бедой с нами поделился Батрхан. Он рассказал о том, что, будучи студентом, пробовал делать первые ставки. Тогда ему было 17, сейчас 24. Именно поэтому молодой человек предпочёл остаться инкогнито. Вспоминает, что контроль над собой он потерял быстро, и вскоре безобидные ставки на футбол привели его в ломбард. Сдав свой личный ноутбук для учёбы за долги, в скором времени парень был отчислен из университета. Я бывший игрок. Вначале такой у меня был интерес спортивный. Сыграет, нет. Сам увлекался футболом, смотрел футбол. Так оно длилось где-то года два-три. Небольшие суммы ставил. Пятьсот тенге, тысяча. Уже через года три я начал крупно играть. Там уже 10 тысяч, 20 тысяч. С каждым разом всё больше и больше. И в конце дошло до трёх миллионов. К этому времени я уже много чего потерял. Не в плане денег, а в плане друзей, родных, доверия родных. Они догадывались, но точно не знали в это время. Позже я сам во всём этом признался. И никак не жалею то, что признался. И всё это остановилось. Когда это всё началось, по-крупному я начал на теннис ставить. Я увлекался теннисом. И просто днём и ночью ставил. Бывало то, что в букмекерской конторе остаюсь на пару дней, два дня, три дня жил там. Всемирная организация здравоохранения уже давно признала, что игромания – ничто иное, как зависимость. Её нужно лечить. По разным данным, ею страдают около 10% пользователей интернета. В 1980 году Американская психиатрическая ассоциация квалифицировала данную болезнь как лудомания и включила в международный список под кодом F63.0. В Казахстане игромания болезнью пока не признана. От пагубной привычки лечение предлагают только в частных клиниках. Но цены за содержание пациентов оставляют желать лучшего. К слову, реабилитация может продлиться от одного месяца до полугода. При этом гарантии на излечение медики не дают. Согласно статистике, только 3 человека из 10 могут полностью вылечиться от такого рода зависимости. Найс характеристик игроманов – это то, что они отрицают, что они зависят от игры. Это они обычно как раз такие… Если вот есть несколько, да, если мы рассмотрим по четырём, например, этим, есть ситуационное, то есть тогда, когда по ситуации, от внешних факторов, там тогда, когда стресс, когда делать нечего, человек начинает играть. Потом он прекратит. Если нет внешнего фактора, он прекращает. Есть систематическое. Тогда, когда человек играет систематически, но у него есть такая вещь, как совесть. И получается, совесть что делает? Она возвращает его в этот мир. То есть он опять же начинает работать, он начинает проявлять интеллект своей семье и детям и так далее. А получается, есть люди, которые играют, но, в принципе, для них это как времяпровождение. Просто им делать нечего, поиграли, закончили. Это не игроман. А вот азартные, те, кто… Мы сейчас говорим про игроманов же, азартные – это именно те, которые играют и что делают? Не представляют себе мысли. Даже когда не играя, они проигрывают ход игры. Они мысленно находятся в игре. Вот это вот и есть игроманы. Это те, которые ставят ставку. В принципе, уже они не находятся вот там, где помещение, где ставки ставят. Но они все время мысленно находятся там. Вот они этим отличаются игроманы. Они сами этого не понимая, потихонечку начинают привыкать. Чтобы родные зависимых от азартных игр не оставались наедине со своей проблемой, создаются механизмы оказания помощи таким больным. На практике есть случаи, когда игроманы добровольно соглашаются на ограничение посещения горных заведений. Игроманы попадают в долговые ямы. И зачастую это становится причиной бытовых проблем. Иногда даже до продажи своего имущества. Все началось это на первом курсе, когда я поступил в Алмату. Уехал от родителей. Меня знакомые познакомили с букмекерской конторой. На тот момент еще были такие автоматы, где можно было ставить на спорт или на собачьи бега. И меня заинтересовало собачьи бега. Изначально я думал, это просто азарт. По 200, по 500 тенге. Не жалко было, закидываешь. Можно было выиграть 5 тысяч, 2 тысячи тенге. Для студента еще и того времени это вполне нормальные деньги были. В плане того, что ты мог покушать, ни в чем себя не отказывая в виде. Ну и там погулять. Скромненько. Начал быстро прогрессировать. И дошло до такой степени, что я начал уже ставить свою стипендию. Все свои карманные расходы я начал оставлять в букмекерской конторе. На тот момент близкие, родители особо этому вниманию не придавали. Думаю, что это баловство, это пройдет со временем. Но как я закончил универ, как устоился на работу, я уже начал проигрывать всю свою зарплату. начал занимать у знакомых, у друзей, у коллег большие суммы. И дошло до того, что в какой-то момент, чтобы раскидаться со всеми моими долгами и вытащить меня из этого, родителям пришлось продать квартиру и взять с меня слово, что это будет в последний раз. Но не там и не прошло года, как я опять сорвался. И после этого уже было понятно, что это болезнь, это проблема. И мы начали искать выход, как с этим бороться. Два года мы боролись сами. Думали, сможем сами справиться. Меня грузили работы, ходили до вот этих бабушек, которые якобы лечат народными методами. Но ничего это не помогало. В голове я понимал. Точнее, да, в голове я понимал, но не осознавал, что это такое. Пока последний мой срыв, после последнего моего срыва меня не положили в реабилитационный центр. Родственники людей, страдающих игроманий, могут через суд запретить близким посещать игорные заведения. Такая норма содержится в проекте закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса. Полностью запретить букмекерский бизнес в стране власти считают неправильным. Это только усугубит ситуацию, считают эксперты. Ведь владельцы игорного бизнеса могут создать новые подпольные конторы. К слову, люди, пользуясь эмоциональной уязвимостью лудоманов, часто используют психологические уловки для привлечения новых игроков в свои ряды. На примере подростков, именно моих клиентов, которые я знаю, это ставки. Школьники у нас ставят ставки. Например, от 50 тенге. Ну, как бы мелочь, это 50 тенге. Но что они делают? Они приучают ребенка, я тебе дал, ты вложил 50, я тебе даю 100. Есть ученики, которые говорят, я ложу 200, я получаю 500. После уже, вот я что заметила, по классам, если ребенок играет в среднем звене, в седьмой класс, то он ложит 200 тенге, 50 тенге. Старшие классы, уже 9, 10, 11 класс, они уже ложат 1000, 2000, 10 тысяч. И чем их привлекает? Если ты ложишь 10 тысяч, то тебе платят 20-30 тысяч. Это же наживо, это же легкие деньги. И получается, это как крючок для, вот когда я, например, своим ученикам это объясняю, я говорю, это крючок. Вот эти люди, которые владельцы вот этих вот учреждений, они вас взяли на крючок тем, что они вам дали выиграть 3-4 раза. 3-4 раза. То есть они, они систематически дают возможность выиграть. Для чего? Для того, чтобы подросток ему это понравилось. Потом уже он начинает проигрывать. Когда я у своих подростков спрашиваю, что ты чувствуешь, когда проигрываешь, они говорят, я хочу еще поставить, чтобы еще больше выиграть. Азартному человеку очень сложно победить свой недуг в одиночку. Поэтому специалисты рекомендуют близкому кругу игромана не оказывать давление и поддерживать эмоциональное равновесие зависимых. Они становятся очень агрессивными, если вот изолировать их. У них появляется чувство тревоги. Это вот как наркозависимые, у них такие же ломки происходят. Какие техники мы используем, в первую очередь это поддержка. Вторую, это неосуждение. Любые жизненные ситуации учат нас быть сильнее. Как гласит народная мудрость, уроки жизни не проспать. Сегодня герои нашего сюжета уже долгое время не увлекаются азартными играми. Батрхан направил былой азарт в новое русло и восстановился на учебу. Ну, никому не советую. Лучше сразу, пока она не переросла в большую что-то, большую проблему лучше завязать. Хочется все время играть, играть, играть. Я остановился только через физический труд. Я очень много работал. Работал ради, чтобы заработать пять тысяч, я работал целый день на стройке и тогда понимал ценность этих денег. после этого тебе самому не хочется эти деньги просто тратить на ставки там все эти. НИАС все еще продолжает курс реабилитации в клинике и на данный момент благодаря поддержке родных не делает ставки уже целый год. В планах пройти еще один курс до декабря, чтобы окончательно попрощаться с недугом. Все наши герои живут рядом. Возможно, это ваш сосед, коллега или родственник. Абсолютно никто не застрахован от зависимости той, что ломает судьбы. Абайка Кимбек, Азамат Бекмагамбетов, Жахангир Мукамбетов. Специально для Акмула Апта. Мы хотели бы продолжить тему игромании, а потому пригласили в нашу студию психолога Гульфию Омарову. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады видеть вас в нашей студии и сразу хотим завалить вас буквально вопросами. Можно ли игроманию предупредить? Можно ли это увидеть как-то в человеке, в ребенке и так далее? Заранее. Естественно. В любом случае, знаете, всему есть причина. Просто так ничего не происходит. Поэтому, если у человека в старшем возрасте, даже у ребенка, признаки игромании, то в любом случае это какие-то свои причины. То есть, получается, что... Это недостаток внимания, например, да? В первую очередь, да. Потому что родители недостаточно ставят акценты на том, что нужно делать и на том, чего не нужно делать. Взрослые люди, например, увлекаются этим из-за того, что они одиноки? Если уже мы как бы... Взрослые люди... В этом направлении, да, начали разговор? Нет, не всегда одинокие люди. Или психически неустойчивые? Вообще, игроманию подразделяют на несколько частей. То есть, получается, лудомания это вот именно увлечение компьютерными играми. И аддикция это когда азарные игры вплоть до каких-то нарушений. Потому что это входит уже в состав... Входит в болезни психиатрические. То есть, официально признали, что игромания это официальная... А как можно определить, есть ли в человеке уже вот задатки, уже вот начинается это заболевание? Вообще, расположенность есть у всех. Просто заранее предугадать можно. Вот. Но опять же, это должна быть профилактика. То есть, если с самого детства родители не дают детям двойных стандартов, то есть, очень важно, чтобы не было двойных стандартов в семье. Это тогда, когда, например, отец сам выпивает, а детям говорит, нельзя пить. Сам курит, а детям говорит, нельзя курить. Сам обманывает, а детям говорит, нельзя обманывать. то есть, у ребенка уже в любом случае проявляются вот эти вот ощущения того, что можно делать то, что запрещают. Вот. И... То есть, это касается и алкоголя, и наркотиков, и в том числе игр. Это зависимость. То есть, человек независимый, он не зависит. Есть такие люди, которые сидят, просто поиграют в компьютерные игры, там, время проведут, отвлекутся после тяжелой работы, после тяжелой какой-то физической работы. Это нормально. Это то же самое, что пойти там в кинотеатр, погулять. Я имею в виду качественное... В определенных дозах, да? Да, да. В определенных дозах. Чтобы не передозировать это все. Ну, если именно зависимость, то есть, я не могу без этого жить. Там, получается, уже гормональная работа идет организма. То есть, когда вообще поглощение, вот эта вот зависимость, она очень как бы соединена с состоянием измененного сознания. То есть, получается, чтобы уйти в это состояние измененного сознания, человек выпивает, потребляет наркотики, играет в эти вот игры, потому что ему реальность неинтересна. Ему надо уйти в ту виртуальную игру, в которую он... В которой ему там комфортно, ему там интересно. Он отвлекается. То есть, получается, что... Видите, здесь какая связь? Чем дальше, тем лучше. Ему недостаточно интересно в реальной жизни, и он начинает увлекаться в виртуальной. И его это засасывает, да? Его это засасывает. И чем больше его это засасывает, тем больше получается, что он теряет близость с родственниками, с родителями, с детьми. Ну и, в конце концов, контроль над собой, да? Да, конечно. Скажите, а вот последствия какие? Вот реально вы встречали людей с игромами? Последствия какие? Как это вообще? По ним, во-первых, как видно, и как пострадала психика? Как долго вы восстанавливали эту психику? Вообще, работа с теми, кто зависимый, очень долгая. Очень долгая, и она настолько тонкая, очень важна, чтобы человек сам хотел от этого избавиться. Но чаще всего, как обычно бывает, я не игроман, у меня ничего страшного нету. тревогу бьют родственники. Обычно всегда, в большинстве случаев, родственники начинают волноваться, что человек, ребенок, муж отошел от реальной жизни, очень много времени проводит в компьютерных играх или еще где-то там хуже, там вот эти все автоматы или вот такие игровые какие-то приспособления. И они начинают тогда где-то прижимать в финансах, где-то контролировать, где-то бьют уже на жалость. Но, тем не менее, пока человек сам не захочет, он этого не... Как бы он не... Вот как долго вы восстанавливали психику такого человека? Вообще, с ними надо работать постоянно. Вот хотя бы раз в месяц надо, чтобы они контролировали свое состояние. насколько это уменьшилось тяга или насколько она, наоборот, увеличилась. Потому что если... Я очень часто предлагаю людям, которые страдают от... Они страдают от этой зависимости. Если хоть какие-то признаки появились, вот, они это чувствуют. Это как зов. То надо обращаться за помощью. Иначе они сами это не смогут преодолеть. И, опять же, к родственникам, к жене сказать об этом, маме сказать об этом, к какому-то близкому другу сказать об этом. Вот тогда беседа помогает. Ну вот сейчас мы с вами говорим о зависимости, да? И как бы я тоже живой человек, да? Я прекрасно знаю. Я, мое окружение, мы все заложники социальных сетей. Да, да, совершенно верно. Кстати, вот как вот тоже от этого избавляться? Смотрите, ведь раньше этого всего не было. Люди как-то жили. Насколько они были интересными люди. Они читали слух таких поэтов, занимались спортом, такие были достижения всякие разные. Ну, как-то же жили люди без всего этого. То есть, получается, да, совершенно... Просто убирать мобильник и выезжать на природу, да? Такие варианты только. Да, спортом заниматься очень важно проводить время с детьми. Да, ты пришел с работы, ты устал, тебе нужно приготовить еду, сделать какие-то дела, на завтра приготовиться. Но, знаете, чтобы в старости не мерзнуть от мороза, нельзя дышать прохладой на детей. Вот этот самый важный пункт, чтобы предотвратить вот эти все зависимости. Надо непосредственно принимать участие в жизни ребенка. Потому что если ты его упустил в детстве, то там уже это как бы, ну, уже ничего не сделаешь. Кстати, вот мы сейчас раз уже о детях говорим, детские приложения с играми тоже опасны? Я не хочу сейчас рассуждать о том, кем это делается, зачем это делается, но реально, это очень опасно. Потому что ребенок уже с детства, он живет в... В каком-то виртуальном мире это попадает. Да, да. И смотрите, если бы он какие-то победы, достижения были бы в реальной жизни у него, тот же спорт, те же какие-то рисунки, там, я не знаю, конструкторы, пазлы, все то, что развивает моторику, все, что развивает воображение, то там, получается, он достигает ненастоящих результатов. Да, как взрослый человек тоже. Ложные. Ложные. Ложные победы, ложные награды. Да, да, там салют, салютуют им какие-то, они получают доспехи, еще что-то, я как бы сильно... Ну, там очень много разных вариаций. Да, 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 и получается, что они, да, я вознагражден, но это все ложно и это все не по-настоящему. Вот это вот и опасность того, что я живу в придуманном мире, что это не... То есть детям можно, да, объяснять, что это все не наста... Можно же так говорить? Да, да. То есть это мы не ломаем им психику, когда так говорим? Нет, 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 конечно. Вот это не настоящая победа, ты не веришь? Да, ты вот поиграл, да, ты научился там управлять компьютером, знаете, совсем категорично отрывать детей от этого тоже нельзя, потому что мы тогда воспитаем детей, которые... Не будут разбираться просто в технике. Совершенно верно, да. К сожалению, наше время с вами ограничено. Мы благодарим вас за очень интересную беседу. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Спасибо. Вполне логично продолжить выпуск на тему больших данных. Всюду слышим об Open Data и Big Data. Все больше обывателей, используя всевозможные мобильные приложения, забивая свои пароли, либо используя личные страницы в социальных сетях, задумываются о том, насколько защищены его аккаунты. Итак, кибербезопасность. Сотрудники правоохранительных органов говорят, что число киберпреступлений растет от года к году. И такие заголовки, как «Активизировались интернет-мошенники» уже стали явлением привычным. Мы получаем множество смс от различных банков не разглашать свои пароли, потому как могут позвонить лжепредставители и консультанты, а после, воспользовавшись доверием, просто взломать аккаунт и опустошить вашу карту. Любая защита в информационной среде должна строиться по одному проверенному принципу – время от времени наполняя систему дополнительными мерами, так рекомендуют эксперты. Ведь даже существуют программы-вымогатели. Как защититься от наиболее популярных угроз, изучали наши корреспонденты. Каждый восьмой житель Казахстана становился жертвой мошенника и терял деньги. В среднем потери составляли 12 тысяч тенге и больше. Не мудрено, что для осуществления своей преступной деятельности мошенники пользуются популярными социальными сетями и мессенджерами, размещают ложные объявления на торговых интернет-площадках. Так, по сравнению с прошлым годом, число киберпреступлений возросло на 33%. В последнее время в социальных сетях очень популярны рекламы, а так называемые раскрутки денег, вложения их в прибыльный бизнес и инвестиционные компании. Для убедительности и привлечения других жертв первое время выплачиваются небольшие суммы. После накопления необходимых средств мошенники прекращают выплаты. Число мошенников совершено с использованием возможности интернета и различных электронных платежных систем по сравнению с прошлым годом увеличилось на 33%. Также необходимо ответить, что большинство интернет-мошенников носят трансграничный характер, то есть злоумышленный перед тем, как совершают мошенничество, он может находиться как на территории Казахстана, в различных областях нашей страны, так и за пределами ее. В целом в текущем году было зарегистрировано 310 аналогичных таких преступлений интернет-мошенничеств, из которых в настоящее время раскрыто 75 преступлений, и по остальным преступлениям проводятся мероприятия. Способы же совершения интернет-мошенничеств весьма разнообразны и направлены либо на получение денег, персональных данных, либо доступ к аккаунтам, банковским счетам с дальнейшим хищением денежных средств. Мне поступали звонки, и человек представлялся сотрудником банка, но так как я была проинформирована, и мне приходили смс о неразглашении и персональных данных, на такие уловки, конечно же, я не попалась. Я считаю, что самое главное, это нужно больше информировать наше население. Как говорится, проинформирован значит вооружен. Более того, есть случаи, когда преступники размещают ложные объявления о продаже квартиры, машины, либо определенного товара, и специально указывают низкую стоимость. Одна из наших героинь даже рассказала случай, что сделала заказ велосипеда из другого города, который купила с рук по объявлению. Но долгожданный поезд с товаром так и не приехал. А деньги по наивности она уже отправила продавцу. Естественно, дозвониться на его номер она уже не могла. Он был отключен. Мошенники всегда ориентированы на доверчивость людей. То есть, перед тем, как мошенник совершает преступление, сам мошенник является очень квалифицированным психологом, который в свое время пользует своими навыками. Он вводит заблуждение потерпевших лиц. Самый распространенный вид мошенничества связан с размещением объявлений о продаже товаров в интернет-магазинах, либо на торговых интернет-площадках. Мошенники чем привлекают своих жертв? Это получается невысокой ценой за товар, либо предоплату, которую они берут за это. Я объясняю срочностью то, что они могут доставить в короткие сроки, по низкой закупочной цене. В условиях жизни порой сами диктуют новые вариации получения наживы легким путем. Так, даже карантин поспособствовал росту различного рода преступных действий, когда в первую очередь страдают самые простые и доверчивые люди. Следует отметить, что развитие новых технологий способствует росту различных видов интернет-мошенничеств. В этой связи основным и наиболее эффективным методом противодействия является предупреждение граждан о новых способах мошенничества. Поэтому работы в этом направлении полицейские планируют усилить. Абайка Кимбекшо, Канталкеев, Акмула Апта. Говорят, что в споре рождается истина. Но опять-таки спор спору рознь. И тут на помощь приходят медиаторы. Люди, которые помогают достичь взаимопонимания. Принято считать, что медиация – это досудебное решение спора. Но постепенно популярность этого явления стала расти. И медиаторы ответственны не иначе, как за большое перемирие. Характерными чертами медиации являются добровольное участие, конфиденциальность, неофициальный характер самого процесса, учет всех интересов сторон. И они могут либо остановить, либо прекратить медиацию в любой момент. Сами решают, в какой выход нужен из конфликтной ситуации выбрать. И никто извне не может навязать им какое-либо решение. На сайте Акмулинского областного суда мы нашли реестр медиаторов и членов Совета БИИФ. Более того, в регионе активизировали свою деятельность и частные медиаторы. Итак, принцип медиации применяется практически в любых спорах. Одним из главных ее преимуществ является то, что во главу угла ставится обоюдность. Глубже этот вопрос изучал наш корреспондент Аслан Абуталипов. Обеспечение граждан Казахстана юридической помощью – одна из важных задач не только для соблюдения прав и свобод граждан, но и для определения их обязанностей и решения спорных ситуаций. Сегодня мы бы хотели остановиться на теме медиации, как в Казахстане происходит этот процесс, как можно воспользоваться услугами медиатора и что нужно сделать для того, чтобы им стать. Как свидетельствуют статистические данные, в Акмулинской области за 9 месяцев 2020 года 2133 дела были завершены с применением примирительных процедур, из них 958 в порядке медиации. По данным статистики, еще не во всех районах области широко применяется медиация. Это связано с нехваткой медиаторов в районах. Что касается самих медиаторов, то в реестре непрофессиональных медиаторов по области состоят 1010 человек. К слову, они работают на общественных началах и не получают оплаты за свои услуги. Что касается профессиональных медиаторов, то в Акмулинском филиале Центра развития медиации работает 20 человек. Также медиаторы есть и при Акмулинской ассамблее народа Казахстана региональной палате предпринимателей. Как мы все знаем, в 2011 году, в августе месяце, вступил в законную силу закон о медиации. И на основании данного закона начали развиваться не только отношения между гражданами, но и между юридическими лицами. То есть в настоящее время все институты власти, скажем, да, также государственных организаций, в том числе суды, в большую очередь суды, значит, уделяют внимание об урегулированных вопросах в несудебном порядке. Ну, идет большая, конечно, информационная работа со стороны как судей, так и, значит, профессиональных медиаторов о возможности урегулировать спор, значит, не прибегая к судебным тяпам. Всего в судах области рассмотрено 20 704 дела, из них 2133 разрешены с применением примирительных процедур, а 958 дел в порядке медиации. В отличие от судебного разбирательства, при медиации не бывает виновных или невиновных, то есть медиация стремится по возможности не доводить дело до суда, а стремится к достижению взаимовыгодного и мирного соглашения, который бы удовлетворил обе стороны и снизил уровень конфликтности. Другое ее достоинство существенно низком уровне расходов, нежели при судебном разбирательстве, а также в экономии времени. Следующие особенности медиации – это добровольность сторон и неформальность ускоренной процедуры. На решение спора медиатору дается всего 30 дней. По определенным причинам этот срок может быть и продлен, но не может превышать 60 дней. При этом суд публичный процесс о медиации обеспечивает конфиденциальность, что не позволяет медиатору разглашать информацию, ставшую известной в ходе процесса, без соглашения стороны, предоставившей ее. В 2011 году был принят закон о медиации. Однако этот закон не работает в полной мере. Поэтому задача с судом заключается в том, чтобы содействовать реализации данного закона. Если сравнить показатели, начиная с 2018, 2019, 2020 года, то можно с уверенностью сказать, что действительно с судами Ахмолинской области проводится определенная работа, которая направлена, чтобы эти все конфликты разрешились мирным способом. Между тем, законом предусмотрено ограничение, когда медиация не применяется. Это когда процедура медиации затравит интересы третьих лиц, которые не вовлечены в эту процедуру, затравится интересы недееспособных или ограниченно дееспособного лица. Не распространяется на отношениях, в которых участвуют государственные органы и правоотношения, которые вытекают из коррупционных правоотношений и против интересов государственного строя. Следует отметить, что в Ахмолинской области реализуются пилотные проекты Верховного суда «Примирительные процедуры в суде» и «Семейный суд». В рамках данного проекта также создана примирительная комиссия. Также широко распространена в области такая практика, как Совет Биев, целью которого также является внесудебное урегулирование споров. По области функционируют 152 Совета Биев, в котором состоят 520 человек. В соответствии с законом есть понятие у нас как профессиональный медиатор и непрофессиональный медиатор. Профессиональным медиатором может это лицо, достигшее 25 лет, которое имеет юридическое образование. Непрофессиональным медиатором свыше 40 лет никакого-либо юридического образования здесь не требуется. Для того, чтобы стать непрофессиональным медиатором, они обращаются в местный исполнительный орган, представляют соответствующее заявление и прикладывают ряд документов, которые необходимы, что они там на учете. У наркодиспансов, у психодиспансов не состоят, и они их регистрируют. Поэтому они состоят в реестре непрофессиональных медиаторов. Акмолинские медиаторы в плане профессионального развития достигли определенных успехов. Как отмечает директор представительства Центра развития медиации, они стремятся охватить все районы и города региона. Что касается направлений работы, то здесь превалируют административные и гражданские разбирательства. В то же время все еще существует определенное недоверие к медиаторам со стороны граждан. В 2015 году, в мае, в апреле месяце я узнал о том, что существует такое РО, как Центр развития медиации, находится на Вастане. Значит, поехал в Вастану, обучился две недели, прошел курс обучения, получил сертификат профессионального медиатора. Значит, меня включили в реестр профессиональных медиаторов, и я приступил к работе медиатора. Поэтому сфера деятельности в каждый день расширяется с каждым разом. Государство все больше и больше расширяет круг полномочий медиатора для того, чтобы медиатор имел возможность урегулировать спор. Перспективы есть, и они постоянно увеличиваются. Как отмечают и судьи, и медиаторы, несмотря на незначительную положительную динамику, темпы развития медиации все же оставляют желать лучшего. В целях расширения применения примирительных процедур следует вести разъяснительную работу не только закона о медиации, но и ряда других. Нельзя не отметить тот факт, что медиация дает возможность развиваться гражданскому правосознанию. Поэтому она может восприниматься как институт гражданского общества. Такова информационная картина минувших семи дней. Мы прощаемся с вами ровно на неделю, чтобы вновь в эфире говорить о важном достоверно. Аман Сауболмсдар Редактор субтитров А.Семкин